Девушки отдыхают Денис Давыдов Это было не сражение, а бойня Это сражение, это битва, это кровавая сеча, произошедшая в начале февраля 1807 года, недалеко от прусского городишка Прещеж-Элау, ныне Багратионус Калининградской области, в истории наполеоновских войн стоит особняком. Причин здесь несколько, и в нашем фильме мы их обязательно коснемся. Но сначала к истории вопроса. Европа – начало XIX века. На геополитической карте континента возникает так называемая четвертая коалиция – Пруссия, Англия, Россия. Явно переоценив свои силы, вызов Наполеону бросает король Пруссии Фридрих Вильгельм III, за что был нещадно бит в сражениях под Йеном и Аурштеттом. В результате Монопарт с триумфом входит в Берлин, а Фридрих с позором бежит к Кёнигсберг, откуда просит мира и взывает о помощи. Видя, что дело идет о полном уничтожении союзника, в войну вступает Россия. Военное искусство того времени во многом определялось маневренностью войск. Противники, концентрировая корпуса, полки, дивизии и подразделения в одном месте, затем уводили в другое. И все же, в начале февраля 1807 года обе армии сошлись в крупном сражении возле городка Присиш-Эйлау. Ход той битвы специалистами достаточно хорошо описан, и мы не будем подробно рассказывать о ходе боя. Нас интересует другое – детали. Как воевали, чем, какое мандирование носили, что ели где спали. И потому мы в Багратионовске, в местном краеведческом музее, где нашим гидным рассказчиком будет человек, стоявший у истоков этого музея, его бессменный директор и главный вдохновитель Александр Аркадьевич Панченко. В коллекции нашего музея о сражении есть интересные предметы, прежде всего те, которые хранят историю сражения. Это находки с места сражения. Это фрагмент артиллерийских снарядов, осколки от бомб, гранат, картечные пули разных номеров. Это артиллерийская картечь. 24-фунтовая французская граната. Это разрывной снаряд. Внутри находился пороховой заряд. Сюда вставлялось специально зажигательное устройство, которое во время выстрела воспламенялось, то есть замедлительная трубка. Заряд прилетал в цель, и происходил разрыв снаряда. Именно такую гранату увидел перед собой Андрей Болконский на Бродинском пое. С мгновения до взрыва. Осколочное раение в конечном итоге оказалось для князя причиной гибели. Эти предметы, разрывные гранаты, появляются в 18 веке. И первоначально их метателями были рослые солдаты, гренадеры. Гранаты, гренады. Это кераса. Это прусская кераса. Прусские и русские керасы красились в черный цвет. Здесь можно видеть следы. Но эта кераса немножко поздняя. По форме она такая же была с конца 18 до начала 20 века. В 20 веке керасирские полки и в русской, и в германской армии, и во французской еще сохранялись. И кераса являлась частью парадного одеяния солдат или чинов керасирских полков. Вот находки с поля сражения. Те немые свидетели этой битвы. Свинцовые мушкетные пули. Вот такими шариками стреляло все ручное огнестрельное оружие. Солдаты во время боя, при перемещении, что-то теряли из своего снаряжения. Обмундирование. Здесь можно видеть пуговицы от мудиров французских солдат, русских солдат. Украшение патронных сумм и головных уборов. Французская гернада, русская гернада. Солдаты двигались, перемещались, строим, плечом к плечу. Во-первых, оружие было не огнестрельным. Поэтому, чтобы обеспечить плотность огня, применялся так называемый батальный огонь. Выстроился батальон. По команде заряжался. Я сейчас покажу, как это делается. Стволы опускались и производился зал. Оружейный патрон тогда представлял собой вот что. Это, по сути, бумажный мешочек. В мешочек опускалась пуля свинцовая. Сверху, с помощью специального стаканчика, мерочки, насыпалась мера пороха. И конфетка вот так заделывалась. Вот так представлял собой оружейный выстрел, патроны. Находились они у солдат в патронных сумах. Патроны сумеют до 60 патронов примерно. Итак. Патроны и сума сзади в ней лежат. Патроны, солдат стоит, ждет команды. Команда подается ряд заряжать. Солдат, ряд заряжать, да. Солдат достает патрон и открывает его. Так как ружье находилось в одной руке, а свободно вторая рука, то в дело шли зубы. Чтобы вскрыть пороховой мешочек, нужно было... Да, поэтому звучала команда «Скуси патрон». Кстати, вот эта особенность приводила к тому, что рекрутов без двух передних зубов в армию не брали. Итак, мешочек открыт. Солдат брал мушкет и вскрывал полочку на батарейном замке. Часть пороха насыпается на пороховую полочку. Здесь как бы такая ложбинка находится. И закрывается крышкой. Дальше ружье вставало к ноге. Оставшийся порох высыпался в ствол. Затем, если было время, солдат мог вынуть шомпол. Вслед за порохом в ствол шла пуля. Вот она. И может быть даже бумага. При скорой стрельбе может быть даже бумага, как пыш. Затем доставался шомпол и прибивался. Вот с этого момента ружье готово к выстрелу. Курок заведен. Дальше происходит нажатие на спуск. До двух выстрелов в минуту хорошо обученный солдат мог произвести. Вот возникала другая проблема. При скорострельной стрельбе происходило нагревание ствола. Поэтому и штык. Штык всегда был пристегнут. Его конструкция была такова, что он не мешал заряжанию ружья. Штыком можно было идти в атаку. Штыком можно было отражать атаку кавалерии, когда солдаты выстраивались с коры. Передняя линия становилась вот так. Задняя линия тоже выставляла, а третья шеренга могла производить стрельбу. В центре коры, как правило, стояли барабанщики, командиры и знаменщик. Сражение под Пресеж-Элаву было одним из самых кровавых. Лишь битва при Бородино превзошла элавское по количеству погибших. Вот как вспоминал те кровавые дни Денис Давыдов. Итак, не оспаривая священного места, занимаемого в душах наших Бородинской битвы, нельзя, однако, не сознаться в превосходстве над ней Эйлавской относительно кровопролития. Этому причиной род оружия, чаще другого, употребленного под Эйлау. В Бородинской битве главным действующим оружием было огнестрельное, а в Эйлавской — рукопашное. В последней штык и сабля гуляли, роскошествовали и убивались досыто. Потери были очень ощутимы, поэтому не зря это сражение считалось одним из самых кровопролитных с момента изобретения пороха до Бородинской битвы. Если обратиться к статистике, когда закончилась кампания, официальные потери русских в сражении при Эйлау до 7 тысяч убитыми. В Кенигсберг было доставлено 12 тысяч ранних. Французы потеряли, по данным исследований, которые провели исследователи Фунтаны, два брата, в 2007 году они опубликовали, по сути, некролог погибшим французам в этой битве. Они отработали сохранившиеся формулярные списки и указывают около 3 тысяч безвозвратной потерь. Но качество потерь было немножко пугающее для сова Наполеона. Каждый десятый погибший в сражении, либо умерший от ран в течение месяца после этой битвы, это был либо офицер, либо генерал. Позорная труба. Это большого размера труба. Она у нас не складывается, потому что она достаточно сложная по состоянию. Ну, подобные приборы для наблюдения использовались артиллерийскими офицерами, полководцами, потому что это давало возможность обозреть поближе то, что происходило на огромном поле сражения. На то время их достаточно много было. Были малого размера, которые использовали в театрах, использовали на ипподромах, использовали офицеры, использовали в мореплавке. Когда мы говорим о военном деле, как бы мы представляем красивые мундиры, браворную музыку, награды, героические подвиги. А есть и вторая сторона. Это страдания, которые приносили, получали участники битвы, увечья, иногда смерть. Поэтому об этой стороне битвы нам рассказывают два предмета. Они коррелируют между собой. Вот находка на поле сражения, посмотрите внимательно. Свинцовая пуля, свинец мягкий металл, и на этом пули следы зубов. В то время медики делали свою работу и, главное, спасали жизнь пострадавшим. Но инструментарий, которым пользовались хирурги, был не похож на то, что сегодня имеют современные медики. Не было анестезии, не было антибиотиков, не было рентгена. Поэтому делалось все на живую. Вот представьте себе, сколько мужества у пациента, которого будут резать на живую. И сколько мужества у врача, который должен причинить страшную боль, но с одной целью – спасти жизнь, либо как-то вылечить. Поэтому, да, свинцовая пуля, деревянная палочка, несколько свинцовых пуль, замотанных тряпочкой, деревянная палочка – это единственный способ не сломать зубы пациенту от боли, когда происходили хирургические манипуляции. А они были достаточно жестким, потому что по строгим медицинским правилам ранение в конечность, нога и рука с раздроблением кости особенно – это ампутация. Тем удивительнее беспримерное мужество и стойкость солдат того времени. Не пасть духом, не уронить честь, не показать слабость перед лицом товарищей. Из воспоминаний штабс-капитана Михаила Леонтьева, участника сражения. По прошествии уже 21 года от битвы Эйлаусской я с радостью вспоминаю необыкновенную твердость духа и теплую веру нескольких из бывших моих товарищей, кровью своей запечатлевших любовь к Отечеству и преданность к престолу. Из них прапорщик моей роты Константин Бравчинский был поражен ядром, воскликнул «Господи, прими дух мой!» и за всем словом испустил дух свой возле меня. Унтер-офицер Иван Устинов, моей же роты, получа удар ядром в правую руку, которым оторвала у него кисть, не только устоял на месте, но весьма хладнокровно сказал «Этакие бестии, теперь и перекреститься нечем» и пошел на перевязку. Тяжелая правда войны. Действительно. Во всей кровавой неприглядности. Потому и надевали перед боем мандир почище и выглядеть хотели попрятнее. Знали, что в любую минуту могут предстать перед лицом Всевышнего. Нам сейчас трудно понять, как можно было воевать в такой неудобной униформе. Пряжки, эпалеты, галуны, множество пуговиц, все яркое, приметное, кричащее. Но у людей той эпохи, видимо, был иной взгляд на войну, на жизнь и смерть. И на человека в воинской форме. Без разницы, какой род войск он представлял. В том числе, те, кто шли по музыкальной части. «Во-первых-то, это не части. Каждая рота, каждый батальон, каждый полк имел своих музыкантов. Музыканты в пехоте – это барабанщик и флитист. Барабанщик помимо ритма во время движения полка вместе с флитистом задавали темп движения, а во время сражения барабанщики превращались в сигнальщиков. Каждый барабанщик играл 62 разных боя, которые дублировали команды командиров. Потому что в пылу сражения, когда стоял грохот, услышать команды командиров было достаточно сложно. Поэтому, когда командовал рядь, цельсь, пли, барабанщики отбивали специальный сигнал. Это, по сути, была третья фигура в полку, которую защищали. Командир, прапорщик со знаменем и музыкант. Потому что барабанщик – это команда. Здесь представлены образцы униформы французской и русской армии. Французский костюм у нас представлен мундиром барабанщика, музыканта императорской гвардии Франции. Темно-синий мундир, красная гвардейская отделка, золотые голуны, кисточки – это все музыкантские отличия на мундире. Это ранец образца 1808 года, который шел как снаряжение французской пехоты. Многие обращают внимание на особенность меха наружу. В данном случае это способ защитить все от влаги. Содержимое ранца было интернационально. То есть что у русского солдата в ранце, что у французского, у австрийского примерно одно и то же. Запасные белые панталоны, белая рубаха, потому что человек верующий готов в любой момент отдать жизнь перед Богом. Сражение одевает чистое. Запасные белые панталоны, солдатская косметика. Пакенбарды подводились по цвету с помощью специального состава сажа и сала. Ремонтный набор, солдаты не имели никаких тыловых служб, никакого военторга за армиями не шло, кроме как маркетанта, которые обеспечивали, прежде всего, питьем солдат. Поэтому солдаты чинили свое обмундирование сами. Носили запасные пуговицы, нитки, иголки. Носили с собой в ранце сапожный набор, молоточек, гвоздик, запасные кожные подметки. Потому что солдаты двигались дорогами войны. Вот представьте себе, от Москвы до Парижа, через сражения по дорогам. А хорошая и крепкая обувь – это возможность остаться в строю и не заболеть. В данном случае это мундир московского гренадерского полка. Гренадерские полки и гренадерские батальоны мушкетерских полках в то время носили вот такие особые головные уборы. Вот про гренадеров мы говорили. Появление этих гренадерских шапок связано как раз с тем временем, когда гренадеры метали гранаты. Это была вторая половина XVIII века, а в моде в армии была двуугольная шляпа, которая мешала при метании гранаты. Поэтому гренадерам придумали сначала колпачки. А чуть позднее в гренадерских полках колпачки стали украшаться бляхами. Это ранец русского солдата, это ранец-баул. К нему пристегивалась водоносная фляга. Ну, зимой, естественно, никакой воды здесь не носилось. При необходимости, если была возможность, там была водка. Если нет, то это была дополнительная емкость, куда можно было насыпать муки либо крупы. Вот как раз через муку и крупу мы выходим на то, о чем питались. В русских воспоминаниях это упоминается, прежде всего, хлеб, который пекли. Это, прежде всего, суп на основе муки. Если была картошка, может быть, сальца какой-то. Утром солдата, переночевав в поле, кому достал солому из ближнего сарая, либо с крыши дома, кому-то еловые ветки, а кому-то просто шинель, которую просто постелили на снег. Рядом костерок. Вот быт солдата. Утром встал, есть возможность, если в ранце было чистое белье, одел его. Была водка, винная порция. Выпил ее и готов был отдать жизнь за царя и отечество. 70 жерл рыбнули адом. И град картечи зазвенел по железу ружей. Застучал по живой громаде костей и мяса. Денис Давыдов. Воспоминания. Это артиллерия, бог войны. Она нанесла множественный урон живой силе обеих сторон. И вот как это работало. Начнем с того, что это макеты, действующие макеты артиллерийских орудий начала 19 века. Несмотря на то, что внешне они немножечко не похожи друг на друга, принцип действия орудий того времени был одинаковый. Первое – это дульнозарядные орудия. То есть орудия заряжались с того большого отверстия, через которое производился выстрел. Во время похода это отверстие закрывалось специальной пробкой. Естественно, когда орудие находилось на позиции, то расчет обслуживающий прежде всего открывал пробку, снимал с крючка деревянное ведро, ставил его под ствол. В ведре находилась вода с уксусом. Несмотря на то, что орудие, казалось бы, небольшое, орудие обслуживалось 16 артиллеристами. Каждый артиллерист при орудии имел должность. Должность в артиллерии – это номера с 1 по 16. Итак, пушка на позиции. Противник формирует атаку. И первая команда, которая звучит от старшего, это был или фейерверкер командира орудия, либо это командир роты. Слушай, принадлежность бери, по местам становись. Что такое принадлежность? Принадлежность – это инструмент, с помощью которого орудие обслуживалось для производства выстрела, для чистки орудия, для его ремонта. Артиллерист 1 номер брал в руку вот такую принадлежность. Она называется банник-прибойник. Артиллерист 2 номер снимал пробку, снимал ведро, становился напротив артиллериста 1 номера. Четвертый номер одевал, либо уже заранее носил на поясе трубчатую лядунку. Это специальный металлический ящик, в котором находились скорострельные трубки. Это пустотелые камышинки, наполненные пороховой мякотью. Принадлежность, которой оперировал, которой пользовался артиллерист 3 номер, это был пальник. От русского слова – палить, запаливать, поджигать. Ну и так, артиллеристы на месте, скажите, что делали остальные. Пятый, шестой стояли у правил, и с помощью вот такого приспособления, правила, вставленного в специальные гнезда, могли двигать орудие влево, либо вправо при наводке, либо подвигать орудие вперед после выстрела. Второй номер, находясь слева от орудия, вставлял заряд в канал ствола, а затем артиллерист первый номер брал прибойник. Ну, у нас учебное заряжание, поэтому мы сейчас уберем этот заряд. Заряд проталкивался, а затем плотно прибивался. Сразу вспоминаются строчки из стихотворения Лермонтова Бородина. «Забил заряд я в пушку туго». И думал, угощу я трога, постой-ка, брат Мусьё. Это стихотворение Михаил Юрьевич написал в начале 1837 года, ровно через 30 лет после сражения под прессишей лаву, где Наполеон воочию увидел, на что способен русский солдат. Ведь были же схватки боевые, да говорят, еще какие. И речь здесь, конечно, не только о битой прибородину 1812 года. О схватке 1807 года под прессией шилау Россия тоже помнит. Но вернемся к артиллерийскому расчету. Несмотря на то, что операций было много, русские артиллеристы действовали достаточно сноровисто и быстро. Два выстрела в одну минуту. Около 400 стволов участвовали в том возражении со стороны русских. Но это с учетом всех видов артиллерии. Битва закончилась. По неписанным правилам войны победителем считается тот, за кем остается поле боя. Формально так, но уж больно велики были потери французов, чтобы считать себя победителями. Девять дней простоял Наполеон в разрушенном городе, приводя войска в порядок, прежде чем уйти на юг, в противоположную от русской армии сторону. Впереди их ждал Фридланд, Бородино, горячая Москва и гибель в занесенной снегами России. Багратионск, бывший пресеж Эйлау. Этот город всегда помнил о том сражении. В 1856 году здесь был установлен памятник в честь трех генералов, принимавших участие в сражении. Листок, Дирик и Бениксин. Последний был главнокомандующим русской армии. Центральную площадь города украшает бюст Петра Ивановича Багратиона. В том сражении князь возглавлял арьергард русской армии. В 1946 году пресеж Эйлау был переименован в Багратионовск. Здесь же на площади сохранилась часть дома, где квартировался Наполеон, о чем говорит мемориальная табличка на здании. В стенах Крывеческого музея проходят ежегодные конференции, посвященные событиям февраля 1807 года. Ну и, наверное, главное. Благотворительным фондом Андрея Горохова на Креговских высотах, одном из ключевых мест сражения, будет создан ландшафтно-мемориальный комплекс. Решение принято. Ориентиром станет музей-заповедник Бородинское поле. Багратионовску повезло. Данный участок земли, пусть фрагментарный, но дошел до наших дней, имеет статус вновь выявленного памятника истории. Более того, рядом с полем, в местечке Малоозерное, бывшем Аоклапине, сохранился дом-усадьба, где во время сражения размещалась ставка главнокомандующего русской армии. Здание без сомнений должно быть включено в контекст всего комплекса. Будем надеяться, что у фонда все получится. Ведь к реализации проекта будут привлечены специалисты, имеющие международный авторитет и, самое главное, опыт практической работы. Проект «История Людей Память» при поддержке фонда президентских грантов. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова